Здравствуйте! Продолжаю свою рубрику на тему, как выбрать себе специалиста по массажу. Давайте разберем это все по шагам. Итак, шаг первый. Для начала выберите обстановку, в которой вам будет наиболее комфортно проходить процедуру такого вида воздействия. Это может быть специальный оборудованный кабинет, это может быть тренажерный зал или даже ваша квартира. Шаг второй. Второй. В случае, если перед вами стоит выбор между двумя специалистами, мужчиной и женщиной, проведите по одному сеансу с каждым и сделайте выводы, кому вы в большей мере готовы доверить свое тело. Шаг третий. Разузнайте о виде лечения, которое он практикует. В случае, если вы чувствуете какие-то недомогания или страдаете от каких-либо заболеваний. Поинтересуйтесь, сможет ли он подобрать методику под ваш организм. Шаг четвертый. Поинтересуйтесь также длительностью предстоящего сеанса и можете ли вы выбирать его сами. Стандартная продолжительность 60 минут, однако возможны варианты получасового, либо продолжительностью 90 минут массажа. Шаг пятый. Стоит предварительно договориться о цене за сеанс, а также узнать возможности скидок для постоянных клиентов. Если вам предлагают слишком высокую цену, можно воспользоваться услугами начинающих мастеров, которые стремятся привлечь к себе клиентов, поэтому, как правило, их цены значительно ниже. Вот этих пять шагов, которые я хотел бы с вами вам посоветовать. Следующая тема у меня будет «Как разоблачить халтурщика». Поэтому смотрите, пишите, задавайте вопросы, буду очень рад. Спасибо большое. Продолжение следует...